Новосибирцы возмущены тем, что мэрия выдала разрешение на застройку и уничтожение дома спорта и не готовы с этим мириться. В пятницу люди вышли на пикет. Где можно отдохнуть зимой в России? Представители Сочи пытаются привлечь новосибирцев на свои курорты. Николай Валуев и Наталья Рогозина приедут в Новосибирск на Кубок Дружбы. А теперь подробнее об этих и других событиях. Интеллектуальный ислам противодействия радикализму. Так называется научно-практическая конференция, открывшаяся в нашем городе. Для участия в ней приехали исламские делегации из многих регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В том числе и один из потомков пророка Мухаммеда, шейх Абдуразак Абдурахман Асад Асади. О роли ислама в жизни России и о том, как мусульмане планируют противостоять пропаганде различных экстремистских религиозных группировок в материале нашего корреспондента Василия Акимова. Ислам – одна из основных религий нашей страны, в том числе и Сибири, ведь татары жили здесь задолго до прихода русских. И хотя в советские годы этой религии был нанесен огромный урон, сегодня ислам в Сибири, и в частности в Новосибирске, вновь возрождается. При активном участии представителей органов власти и при содействии видных исламских богословов со всего мира, в числе которых и потомок пророка Мухаммеда, шейх Абдуразак Абдурахман Асад Асади. Ислам – это было известно. В истории нам известно, что ислам проник сюда с самых ранних времен, еще с подвижники пророка Мухаммеда, али-хи-салям, не бывали на эти земли, распространяя религию. Сильный удар по имиджу ислама нанесли всевозможные террористы, прикрывающиеся этой религией. Борьба вышла на новый уровень с появлением запрещенной во многих странах мира и в России ИГИЛ, заявляющей о создании всемирного исламского халифата. Россия и даже Сибирь также не остались в стороне. Как противостоять экстремистам? Эти вопросы обсудили в Новосибирске на научно-практической конференции «Интеллектуальный ислам противодействия радикализму». Ведь основы ислама не имеют ничего общего с тем, что проповедуют радикально настроенные сообщества. Кстати, сам шейх, впервые посетивший наш город, не особо удивился морозу и снегу. Более того, даже пояснил, почему у них на родине радуются осадкам в виде снега. В происхождении родом я из Ирака, а на сегодняшний день я просто проживаю в Айрадане. Допустим, у нас в Ираке то же самое, 4 месяца бывает очень холодно. То есть мы знакомы с этим холодом, просто у нас меньше снега. Допустим, в сторонах Персидского залива, где не бывает зимой холодно, они могут не привыкнуть к такому морозу, а мы как бы привычны к этому. Допустим, если у нас идет снег, то мы радуемся, потому что благодаря этому будут произошли злаки и плоды. Ислам – религия, не признающая национальности. Собственно, глядя на этих людей, пришедших на молитву в соборную мечеть имени шейха Кунта Хаджи Кишеева на улице Мира, это понимаешь даже без пояснений. Здесь и татары, и узбеки, и таджики, и дагестанцы – люди всех национальностей и возраста. Все они живут в мире и согласии в нашей стране. Что, собственно, и отметил шейх Абдуразак Абдурахман Асад Асади, у которого от знакомства с Россией и общения с российскими мусульманами осталось самое благоприятное впечатление. Ведь именно так в мире и согласии и учит жить ислам. Настоящий ислам – неприемлющий насилия и войн. Истинная вера позволяет жить в ладу с самим собой и своей совестью. А это в наше время уже большое достижение. Горожане хотят, чтобы их услышали власти, поэтому намерены стоять на улице с плакатами и собирать подписи в течение пяти дней. История с улицы Богдана Хмельницкого продолжается. В ночь с четверга на пятницу территорию перед клубом «Отдых» начали готовить к установке строительного забора. А 28 октября новосибирские общественники вышли на площадь Ленина, чтобы заявить о своем недовольстве уничтожением исторического облика улицы Богдана Хмельницкого. Подробности у нашего корреспондента. В ночь на пятницу возле клуба «Отдых» началось движение. Рабочие при помощи спецтехники сдвигали столбы электролинии и бурили лунки для других столбов, которые должны будут поддерживать плиты строительного забора. Жители улицы Богдана Хмельницкого вызвали полицию и своего депутата, но рабочих это остановило лишь на время. Утром они продолжили вырубку деревьев, а общественники в это время вышли на многочасовой пикет. Их основная задача докричаться до городских властей, которые ни разу за три года так и не провели общественные слушания по данному участку. Мэру города горожане доверили управлять городом справедливо и честно. В этой связи с его стороны должен быть организован сбор граждан. Где вынести вопрос? Сохраним, оставим или что? Нельзя все ломать, уничтожать. Горожане не хотят строительства высоток возле ЛДС «Сибирь» и заявляют, что исторически сложившийся облик одной из главных улиц мегаполиса нельзя менять. Да, исторический такой район, такие красивые здания. Вы вложите деньги, отремонтируйте, но ведь специально разрушают, доводят до крайности. Значит, это же делается специально, чтобы снести и построить строительную финансовую пирамиду. Участники пикета не верят, что муниципалитет совсем ничего не может поделать с владельцем участка и будущим застройщиком. Тем более, если речь идет о таком знаковом месте. В идеале нужно хотя бы на время приостановить работы по сносу клуба «Отдых», а дальше нужно бороться за территорию, считают новосибирцы. Построить обратно заново дом спорта, потому что он необходим. На этом берегу нет никаких объектов, где бы ребятишки могли прийти и заниматься развитием своим, с клубом «Отдым». Ну, считаю, что его надо оставить, потому что это достояние. Проводить пикеты на площади Ленина с 11 до 18 часов общественники планируют ежедневно до 1 ноября. Начиная с субботы будут собирать подписи горожан за отмену сноса клуба «Отдых» и восстановлению дома спорта. Нужно торопиться, потому что, судя по активным действиям рабочих, «Багдашка» может потерять еще одно здание уже совсем скоро. Ведь, как известно, ломать не строить. В ноябре два дня возле цирка будет работать ярмарка, где горожане смогут купить продукты по сниженным ценам напрямую от товаропроизводителей. Цены на ярмарки будут на 15-20% ниже, чем в среднем по городу, пообещали в мэрии. Кроме овощей, фруктов, рыбы, мяса и других продуктов, здесь можно приобрести и товары для садоводов и огородников. Ярмарка будет работать 2 и 3 ноября с 10 утра на площадке перед цирком. От лета до зимы несколько километров. В пятницу в Новосибирске туроператоры и представители Министерства туризма Краснодарского края рассказали своим коллегам о преимуществах отдыха в городе Сочи. Цель визита – объяснить новосибирцам, что на Черноморское побережье можно приезжать не только летом и не только для того, чтобы искупаться и позагорать. Все подробности в репортаже Александра Могилина. Делегация из Сочи привезла в Новосибирск презентацию своего курорта. Казалось бы, об этом южном городе новосибирцы и так знают немало, особенно после Олимпиады 2014 года. Но сочинцы утверждают, что жителям сибирского региона известно далеко не все. Сразу после Олимпийских игр Черноморский курорт резко изменился. Отели преобразились, вид на море с набережной уже не загораживают каменные здания ресторанов и магазинов. Да и отдыхать здесь теперь можно не только летом, но и зимой. Нас связывает с Новосибирском прямое сообщение, авиасообщение. В принципе, для нас мы очень интересный и перспективный регион для сотрудничества. Но ввиду того, что Сочи после Олимпиады очень изменился, мы решили приехать и рассказать в регион о новых возможностях курорта Сочи. Презентовать возможности как для туристов, точно так же и для деловых путешественников. Презентацию проводят для новосибирских турфирм и туроператоров. Особый акцент делают на период с октября по апрель. В так называемый зимний сезон в Сочи можно наблюдать за цветением камелий, гулять среди пальм, принимать церебные ванны из природных источников. А если проехать несколько километров, из лета можно попасть в зиму. И на олимпийских объектах кататься на лыжах, сноуборде, даже биатлоном заниматься. Но, видимо, Сочи еще придется сильно постараться, чтобы завлечь новосибирцев к себе. Ведь существуют и другие альтернативы, причем за меньшие деньги. К примеру, Таиланд, Вьетнам, Турция, тот же Алтай. Так что помимо красивых презентаций и рассказов о новых видах туризма, южным гостям, возможно, предстоит пересмотреть и свою ценовую политику. Следственный комитет региона ищет пострадавших от действий руководителя СЛК «Мотр» с Натальей Ждановой в рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты. По версии следствия, с ноября 2015 по май 2016 руководитель фирмы не выплатила зарплату 159 сотрудникам на сумму более 8 миллионов рублей, хотя, как сообщили в ведомстве, имела реальную возможность погасить долги по зарплате. Всех, кто пострадал от действий руководства СЛК «Мотрс», просят обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району Следственного комитета по телефону 262-008. И к другим темам. Сотрудницу банка обвинили в хищении более миллиона рублей. По версии следствия, сотрудница кредитного учреждения на протяжении нескольких лет присваивала вверенные ей деньги банка. В итоге почти за 4 года сумма накопилась немаленькая – 1 миллион 364 тысячи. Кроме того, воспользовавшись доверием клиента банка, женщина взяла наличными из кассы 300 тысяч, сообщили в областной прокуратуре. Теперь судьбу предприимчивого работника банка будет решать суд. За мошенничество в крупном и особо крупном размере фигурантке дело может грозить до 10 лет тюрьмы. Молодой парень пропал в Новосибирске Павла Иванова разыскивают волонтеры, полиция и родственники. Иванов Павел Владимирович, 22 года, 30 сентября ушел из дома по улице Дачной и до сих пор не вернулся. Приметы на вид 20-22 года, рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы, светлорусы, стрижка короткая, глаза серые, нос средний прямой. Особые приметы на груди слева и справа, следы от хирургических трубок. На нем была серая шапка с белосиними полосками, серая ветровка, темно-синяя футболка с рисунком, брюки темного цвета, серо-синие кроссовки. При себе имел черную сумку для документов. Всех, кто видел Павла или знает, где он может находиться, просят сообщить об этом в полицию по номеру 232-10-02 или по номеру 02-100-020. К проведению в Новосибирске международного турнира по единоборствам Кубок Дружбы 2016 все готово. Впервые в истории этих поединков сборная России встретится с лучшими спортсменами из Монголии. За день до турниров прошло официальное взвешивание участников. Конечно, это случилось под прицелом фото и видеокамер. Не обошлось там и без нашей съемочной группы. Медицинский осмотр, измерение артериального давления и взвешивание – это последние официальные процедуры, которые команды России и Монголии должны пройти перед поединками. Международный турнир по единоборствам Кубок Дружбы 2016 стартует 29 октября. Дата выпала как раз на время проведения форума «Россия-Монголия». В Новосибирск приехало немало гостей из соседней страны, поэтому у спортсменов ожидается множество болельщиков. На завтрашний турнир с нашими монгольскими представителями приехали чемпионы мира, чемпионы Европы. Поэтому мы сможем на достойном уровне противостоять вашей сборной команде. То, что уровень спортсменов для участия требовался достаточно высокий, стало и неким препятствием при подготовке турнира. Сложности они были, не буду скрывать, потому что многие спортсмены входят в национальные команды, у них свой календарь выступлений, свои сборы, подготовки на чемпионаты мира и так далее. То есть, поэтому были сложности. Но спасибо всем федерациям, которые пошли на встречу и дали спортсмена, именно лучшего спортсмена на выступления на данных соревнованиях. Кстати, выступления спортсменов в разных видах единоборств, а именно в боксе, греко-римской и вольной борьбе, К1, боевом самбо, ММА и тайском боксе, не ограничатся участием только официальных команд России и Монголии. Напоследок организаторы приберегли хороший сюрприз для любителей поединков. Дополнительные два боя. В ММА у нас участвует известный российский боец Михаил Малютин. И ему будет противостоять спортсмен из Никарагуа. И последний бой вечера у нас бой по К1, в котором, как уже сказали, принимает участие наш известный российский боец Артем Левин. Это вообще уникальное событие, потому что Артем в последние годы выступает за рубежом. И ему будет противостоять боец из Испании, очень известный боец европейского уровня. Так как это все-таки кубок дружбы, то капитаны команд обменялись подарками. Роман Власов не стал отступать от российской национальной традиции и подарил книгу «Конструктивизм в архитектуре Новосибирска». В ответ получил вымпел, который для монголов, видимо, тоже многое значит. А вот что значит для спортсменов победа и великали тяга к ней, покажут поединки, в которых главной уже будет не то чтобы дружба, но счет судейской бригады. Завершился суперфинал чемпионата России по шахматам, проходивший в Новосибирской области с 15 по 27 октября. Турнир собрал 24 российских шахматистов. По итогам соревнований чемпионами стали москвичи. Среди мужчин Александр Рязанцев, среди женщин Александра Костенюк. Новосибирскую область представлял Дмитрий Бочаров. Он занял 12 место. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok